Всем привет, ребят! Этот ролик посвящен тому, как сделать так, чтобы вас не наебали, когда вы будете покупать бэушное железо. И почему я вообще не рекомендую новичкам покупать бэушное железо. Я начну с того, что вместо железа вам может попасться, допустим, вы покупаете оперативную память. И покупая оперативную память, новичок даже может не обратить внимание, что она на две части разломана. То есть, ну, элементарные вещи. Вообще, мой канал посвящен именно бюджетным сборкам, как сделать так, чтобы сэкономить деньги при сборке компьютера. Почему компьютеры лучше соснолик и тому подобное. Но многие думают, что можно сэкономить прям много денег. И если вы будете покупать бэушное железо, вы прям сэкономите, вы будете на топом железе играть. Вы будете прям везде, везде у вас будут ультра, Full HD, 2K, 4K, вы уложитесь в 15 тысяч рублей. То я вам отвечу, нет, нихуя. Серьезно, ребят, когда вы покупаете бэушное железо, особенно новичок, когда покупает бэушное железо, он покупает, можно сказать, кота в мешке. Если ты всё же рисковый парень и удачи тебе благословит... Короче, если ты всё-таки рисковый парень и ты готов попробовать купить бэушное железо, то я объясню, что нужно сделать для того, чтобы тебя не наебали. Но да, самое главное, никогда не покупай железо где-то в кафешках, не договаривайся о встрече в кафешках, договаривайся конкретно покупать железо на территории продавца, то есть у него дома. Я сейчас объясню, почему. Представьте на секунду, допустим, продавец оказался редким мудаком, который решил вас нагреть на деньги и продал вам, мягко говоря, ни компьютер там, ни железо, ни видеокарту, а унылое говно. Что же вы знаете? Вы знаете в адрес проживания шутки про подожжённые газеты с внутри с какашками, положенные по дверь, я думаю, будут в этот момент актуальны. Так что это лишний раз говорит о том, что продавец спалил свой адрес и вряд ли, мало вероятно, что он будет наебывать, но всё равно шанс остаётся, причём большой. Итак, на что же нужно обращать при покупке бэушного железа? Что бы вам ни пришлось сделать так после покупки, допустим, компьютер вы купили, он у вас не запускается, не работает, и в полужарости и ярости... Вы сделали вот так. Как думаешь, соседи пизды дадут? Так вот, ребят, на что нужно обращать внимание при покупке бэушного железа, при покупке вообще бэушного компьютера, комплектующей, видеокарты и тому подобное? Чтоб в итоге у вас не получилось вот так вот. Куча лишних деталей сразу появилась. Итак, по порядку, что нужно сделать? Шаг номер один. Внимательно посмотрите на цену продаваемого железа, допустим, это видеокарта, процессор, оперативная память, посмотрите на цену и на фотографию. На фотографии вы отчетливо будете видеть, что за видеокарта, допустим, в исполнении кого она, какая модель даже может быть, там может быть написано на самой фотографии и тому подобное. Дальше цена. Цена не должна быть слишком низкой. То есть, допустим, если вы покупаете видеокарту, которая новая, стоит там 20 тысяч рублей, а на авито эта видеокарта стоит, допустим, 3 тысячи рублей. То есть 20 тысяч, 3 тысячи. Понятно, что тут, скорее всего, наебалово, и видеокарта, скорее всего, просто в нерабочем состоянии, и вы купите унылое говно. Дальше. Если вы договорились уже о встрече с продавцом, то делайте следующее. Вам понадобится флешка с тремя программами. Плюс перепишите на листочек бумажки характеристики видеокарты, которые вы возьмете. Характеристики не только видеокарты любого комплектующего, которые вы возьмете на официальном сайте производителя. Допустим, вы поняли, что чек продает Asus GTX 1070. Я не знаю, почему я взял, например, эту видеокарту. Возможно, потому что у меня сейчас такая стоит. Не суть. Допустим, Asus 960, Asus 950, там, Gigabyte 950. Короче, заходите на сайт производителя, допустим, на официальный сайт Asus, смотрите эту модель видеокарты и смотрите параметры этой видеокарты, переписываете их на листочек. То есть вы переписываете, какая мощность у этой видеокарты, частота ядра, вы переписываете память, какая у этой видеокарты. Тип памяти, то есть абсолютно всю информацию об этом железе. Дальше, после того, как вы переписали, вы должны на флешку закинуть три программы. Программа номер один, это GPU-Z. Кстати, ссылки на все эти программы будут в описании, я ссылки все, если что, добавил. Итак, программа номер один, это GPU-Z, дальше FurMark и третье MSI AutoBurner. Благодаря этим трем программам вы сможете понять, продают ли вам кусок унулого говна или все-таки нормальное железо. Итак, вы взяли с собой флешку, вы пришли на хату к продавцу. Опять же, повторюсь, не покупайте железо в кафешках, еще что-то. У вас сразу под рукой должен быть стенд, где вы можете протестировать эту видеокарту, протестировать этот процессор, протестировать оперативку, что угодно. Допустим, видеокарту, мы рассматриваем видеокарту, потому что их чаще всего продают и покупают. Короче, вы пришли к продавцу и вы понимаете, что это не сорокалетний жирный мудак. Вы понимаете то, что в принципе он может не наебать. Следующий ваш шаг, это установить программу GPU-Z. Эта программа показывает полностью, полностью все характеристики видеокарты. Полностью характеристики любого железа. Вы смотрите по этой программе, что за железо вам пытаются впарить очередной продавец. Если там есть хоть чуть-чуть расхождения, допустим, на сайте производителя указано то, что ваша видеокарта должна поддерживать 256 бит, а у продавца внезапно 128 или вообще 64 бита, то я рекомендую поставить нахуй этого продавца. Конечно, не в прямом смысле, потому что можно получить и по лицу. Сейчас школьники-то получат еще из меня. Дальше, если с этим все тип-топ, то второй шаг. Второй шаг, вам нужно понять, сильно ли гудит этот компьютер. Для того, чтобы это понять, плюс узнать температуру, допустим, видеокарты, вам нужно установить программу FurMark. Эта программа вам покажет при максимальной загрузке видеокарты ее температуру. Объясню сразу, как это работает. То есть там будет определенный график температуры. Температура у видеокарты будет расти в первые полторы где-то минуты. Дальше она будет уже замедляться, рост, и в итоге замрет на одном значении температура видеокарты. Если температура все равно продолжает непрерывно, непрерывно все равно растет, и она уже перевалила за отметку 150 градусов, то поверьте, там уже видеокарты нету, она уже как минимум расплавила. Не, реально, если шутки в сторону, то объясню. Если температура выше 80 градусов, шлите нахуй продавца. Ой, сейчас налетят. А если вдруг я пошел AMD покупать и тому подобное, друзья, откажитесь вообще от бэушного AMD. Потому что там температура на бэушном AMD могут зашкаливать до 100 градусов. Этап номер 3. Вы должны понять, сильно ли гудит компьютер. В то время, когда вы смотрите температуру вот в этой программе 4Mark, то есть видеокарта будет загружена почти под 100%, вы будете слышать, с каким гулом работает этот компьютер. А если вы слышите звук взлетающего самолета, и резко прибежит, допустим, участковый с криком «А ты не охуел ли в час дня так громко шуми?» То я вас разочарую. Эта видеокарта полное говно. Иными словами, я бы опять бы послал бы нахуй продавца. Ну, ребят, я говорю это не в прямом смысле. Не нужно никого на трибусе локбука посылать. И сейчас, возможно, найдутся умники, которые скажут «Бригман, как же ты заебал!» «Ты говоришь нам какие-то шаги, пичкаешь нас какой-то информацией. Я хочу просто купить видеокарту, и я уверен, что меня никто не наебет». Друг мой, если ты считаешь, что тебя никто не наебет, и тебе продадут реально хороший продукт, тебе продадут хорошее железо, реально по космически низкой цене, то я им отвечу «Нет, нихуя!». Всё потому, что любой продавец хочет продать своё железо как максимум задороже, и если человек продаёт реально вот прям за нижней цене, то это первый сигнал тревоги. Думаю, мои постоянные зрители знают, как я отношусь к авито и продавцам на авито, потому что, наверное, каждый второй-третий продавец на авито – это потенциальный пиз... Дальше вы поняли. Итак, дальше. Допустим, температура видеокарты в пределах нормы, меньше 80 градусов, всё тип-топ, реально, всё соответствует тому, что нужно, короче, характеристики, всё соответствует, всё супер. Видеокарта не шумит, процессор там, кулер, без разницы, компьютер не шумит, всё тихо, всё тип-топ, всё соответствует. Смотрите на следующее. Без разницы, что вы покупаете, материнку, видеокарту, жёсткий диск или ещё что-то. Нигде не должно быть следов вообще никакой пайки, нигде не должно быть следов вообще того, что туда внутрь кто-то залезал или ещё что-то. Даже если продавец вам начинает втирать. Слушай, хоть ты выёбываешься, я IT-специалист, я туда залезал для того, чтобы улучшить эту видеокарту, я вносил свои изменения, я работаю на Asus, на Gigabyte, и я профессионал в своём деле. Вы можете смело сказать «Иди нахуй», и вы будете совершенно правы. Ребят, небольшая техническая заминка. Во время записи ролика в самом, сука, его конце у меня лаганул, блядь, чёртов фотоаппарат. Поэтому, надеюсь, вы будете не против, если последние две минуты видео я вам буду рассказывать на фоне того, как я играю в батлу. И ещё раз, я дико извиняюсь за этот косяк. Но, ребят, я извинился, поэтому тохлыми помидорами, блядь, не кидайтесь. Итак, ребят, по поводу пайки и прочих следов, отметина железа, которое вы будете покупать у продавца. Реально внимательно за этим следите, вы должны поддержать это железо в руках. И если вы увидите какие-то следы пайки, и продавец решил залезть в это железо своими потными, сука, ладошками. И он вас убеждает то, что ничего в этом такого нету. Я, как и сказал, шлите его нахуй. Конечно, не в прямом смысле слова. И да, я с очень многими людьми общался, которые покупали бушное железо. И поверьте, встречалось и такое, что на радиаторе встречались следы скотча, склейки и прочей херни. Это не просто сигнал. Тут нужно бить реально тревогу. Итак, ребят, еще парочка буквально нюансов при покупке бушного железа. Практически каждый продавец врет о дате покупки железа. Особенно, блять, если у него нету никаких чеков или документов от него. Приведу пример. Какой-то хрен продает вам видеокарту, которую купил якобы два года назад. Но вот незадача. Собака съела все документы от нее. Или он просто перепутал туалетную бумагу с этими документами. И он убеждает, блять, серьезно, я купил эту видеокарту два года назад. Не верьте. Реально, не верьте. Практически все пиздят о дате покупки. Если продавец говорит, что он купил два года назад видеокарту, то в итоге окажется, что он купил ее 3-4 года назад. И да, помимо даты еще есть один нюанс. При покупке железа вы же будете находиться у продавца в квартире рядом с его компьютером. Посмотрите внимательно на то, насколько он загрязнен. Если продавец начнет ему говорить, то сам почисти, мол, ты же покупаешь, это твои проблемы. То вы можете сказать, ты что, блять, охуел, ты продаешь товар, ты можешь привезти его в товарный вид, ты можешь, блять, подготовить его к продаже. Если открыв системник, вы видите там прямо хлопья, блять, грязи и тому подобного. То либо дико торгуйтесь, скидывайте цену, потому что явно человек не следил за тем, как он пользовался железом. Либо просто уходите оттуда и бегите как можно дальше. На этом все, ребят, я надеюсь, смог вам рассказать. И еще раз, все ссылки на скачивание программ есть в описании. Всем удачи, до новых встреч, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok